Здравствуйте, в эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях директор автосалона «Мега Альянс Рязань» Сергей Евгеньевич Рашенбуршев. Здрасте. Добрый день. Сергей Евгеньевич, с какими результатами вы подошли к концу 2014 года? Год достаточно напряженный. Все мы прекрасно знаем, какие проблемы сейчас существуют в автомобильном бизнесе. Постоянно новости сообщают, различные прессы сообщают, что автобизнес с каждым месяцем у нас проседает, сокращаются продажи и так далее. Но на фоне падения наш автосалон достаточно хорошо держится. У нас есть постоянный спрос покупателей, клиентов. Мы развиваемся. У нас, слава богу, это никаким образом не отражается. И мы работаем, так можно сказать, локомотивом, тащим продажи и предлагаем своим потребителям и клиентам обновленные модели марки «Ниссан», которые производитель обещал в течение года 2014-2015 поменять. И, в принципе, с чувством долга производят это, и модельный ряд меняется и обновляется с тем графиком, как было обещано нашим потенциальным покупателям. Сергей Евгеньевич, ну вот в этом году мы увидели и совершенно новые «Ниссан Тираны», и обновленный «Ниссан Кашка», в общем, вся линейка, как вы уже сказали, обновилась. То есть, что сейчас особо интересного у вас в салоне представлено? Ну, на данный момент мы представляем совершенно новый автомобиль «Ниссан Подфайндер». Автомобиль достаточно сильно изменился, если сравнивать его со своим предшественником. Автомобиль новой модификации, нового расположения духа, можно сказать. Если посмотреть старый автомобиль «Подфайндер», то мы знаем перевод, это название «следопыт» на русский. Это был явный истинный внедорожник, но имел свои положительные стороны, так и отрицательные. Из отрицательных это было достаточно грубые черты, достаточно клиентам довелось, что он большой, квадратный, не очень положительная аэродинамика. Поэтому люди как-то не всегда его рассматривали в качестве покупки, если, например, клиенту был необходим автомобиль для загородной жизни, для всевозможных загородных домов, если человек живет загородным, все-таки он был немножко жестковат, не очень практичен и удобен. Производитель, пересмотрев данную ситуацию, конкретно изменил автомобиль. По данным запросам потребителей, автомобиль стал намного мягче, намного интереснее, красивее, более вместительный стал. И еще из положительных свойств, которые на данный момент в этом автомобиле присутствуют, автомобиль стал более экономичным. Сейчас мы все боремся за экономию в различных отраслях. И, соответственно, основной задачей это стала экономия автомобиля, чтобы он был более экономичным по топливу. На данный момент автомобиль Nissan Pathfinder представлен с двумя силовыми агрегатами бензиновыми, один из которых с бензиновым двигателем вкупе содержит гибридную установку. Это электромотор. И данный автомобиль при таком прекрасном сочетании комбинированный расход топлива у него всего 8,5 литров на 100 км пробега. Соответственно, при больших нагрузках, при ускорении работы бензиновый двигатель, а если автомобиль едет по городу и стоит в пробках, соответственно, двигатель бензиновый не нужен, он отключается, и автомобиль едет на электромоторе. За счет этого достигается достаточно большая экономия топлива. Насколько, по Вашему мнению, будет популярна и пользоваться спросом такая функция? Исходя из продаж автомобилей в данном сегменте, она достаточно популярная. Сейчас электромобили постепенно набирают популярность по причине того, что они являются действительно, во-первых, экономическими, во-вторых, экологически чистыми. И все мы прекрасно знаем, что электроавтомобиль Nissan Leaf в Европе неоднократно занимал первые позиции по автомобилю года. Нельзя не заметить, ходовые качества что-то изменилось? Да, автомобиль стал намного мягче, на нем приятно проводить поездки. При движении, например, по асфальтированным дорогам машина стала более мягкая, более устойчивая, очень хорошо себя чувствует на асфальте. Но нельзя сказать, что, например, она потеряла в худшую сторону по своим внедорожным качествам. Автомобиль достаточно так же хорошо может преодолевать различные, так сказать, бездорожья, по которым можно проехать на этом автомобиле. И вполне может удовлетворить всем запросам по своему новому хозяеву. Ну, это очень хорошо. И хочется отметить также, что Pathfinder – это все-таки автомобиль определенного уровня, если говорить о финансовых каких-то качествах, что-то более доступное. Вот, например, центр новое появилось у нас, да? Если мы вернемся немножко в прошлое, автомобили Nissan были представлены таким прекрасным автомобилем, как автомобиль Nissan Premier. Данный автомобиль пользовался достаточно большим спросом в своем классе. Но, к сожалению, в 2008 году было принято решение, и этот автомобиль закончили производить. Производился он в Англии, и с отсутствием производства и устошением складов закончилась продажа данного автомобиля. Проработав несколько лет, производство автомобилей центра перенесли на территорию Российской Федерации. И буквально в начале ноября, данный автомобиль представлен у нас в автосалоне. Автомобиль достаточно интересный. За ту стоимость, которую он предлагается, предлагается он от 697 тысяч рублей. Автомобиль снабжен всеми системами безопасности, имеет достаточно хороший дизайн, неплохую управляемость. И прекрасный автомобиль, который, я думаю, займет свое место и свою нишу среди других автомобилей данного класса. Ну, такой хороший, добрый конкурент Королли, например. Ну, Королли, Volkswagen Jet, Skoda Octavia, потому что у нас получается так, что при отсутствии конкурентов другие производители, соответственно, начинают... Монополизируют вот эту производственную ценность. Да, да, начинают монополизировать, начинают повышать цены, а данный автомобиль, он вполне займет свою нишу и будет, я думаю, хорошо продаваться. Ну, и все-таки Nissan есть Nissan. Поделитесь планами на 15-й год. Планы на 15-й год – это продолжение дальнейшей работы, увеличение, соответственно, продаж, продолжение обновления модельного ряда. Последним по графику у нас предполагается замена автомобиля Nissan Murano. Но до Murano у нас еще будет два новых автомобиля. Это будет Nissan X-Trail. Планируется замена его в конце января, начале февраля. И я думаю, что в течение ноября месяца мы увидим обновленный рестайлинговый автомобиль Nissan Juke. В дальнейшем, я думаю, будем смотреть, как будут продаваться автомобили, какой будет спрос. Но я думаю, что все будет хорошо. Ну, и пожелаю вам удачи. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич, что пришли к нам в гости. Сергей Евгеньевич Рашенбуршев был у нас сегодня в студии. А это была программа «Семь минут». Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»